Добрый день, уважаемые инвесторы! Как мы с вами видим, рубль продолжает обладать таким переменчивым настроением, все-таки находится в зоне повышенного риска. Например, в пятницу динамика курса доллара была похожа на такой лыжный марафон. То есть сначала рубль демонстрировал умеренное укрепление своих позиций к американцу и европейцу, потом умеренное ослабление своих позиций к американцу и европейцу, растрачивая все утренние завоевания, а потом в итоге закрыл день в таком уверенном укреплении в отношении к обоим вальбетам, выиграв фактически по 30 копеек у каждой. Такая динамика является в целом, на наш взгляд, положительной, поскольку, опять-таки, радует то, что рубль после значительного ослабления хоть как-то находит силы для того, чтобы укрепиться. То есть, естественно, все будет зависеть сейчас во многом от комментариев наших ведомств, регуляторов и от внутренних факторов. Как мы говорим, вот если рыночное напряжение не подстегивает лишний раз, это касается и Банка России, например, и Минфина, то рубль в этом свете может и укрепиться. Если же постоянно рыночные страхи подогревать, то, естественно, рубль в этой связи будет только продолжать слабеть. Ничего удивительного в этом нет. То есть, все в руках в основном сейчас наших ключевых ведомств. На глобальной рынке здесь пенять явно не стоит, потому что нефть высокая и фондовые бенчмарки смотрятся хорошо. Так что как раз вот здесь не нужно делать такую подмену ценностей, а смотреть у себя прежде всего внутри страны на основные моменты. Межбанковские стаки на прошлой неделе выглядели в целом неплохо. Моспрайм овернайт смотрелась также довольно-таки стабильно, чуть подросла, но без излишнего фанатизма. Текущая неделя будет самая сложная в плане налогов. Во-первых, уже частично отечественные организации свои запасы и припасы потратили денежные. Например, 25 числа им предстоит рассчитаться по НДП и акции, за 28-го уплатить налог на прибыль организации. То есть, в этой связи хотелось бы видеть от Центробанка такой более солидный лимит по операциям недельного РИПО. Поскольку в предыдущей неделе все-таки налоговая на Гурске была не столь высока, а сейчас она уже более значительная. Как мы знаем, первый месяц живет рынок без однодневного РИПО, и сейчас основная надежда на недельный РИПО. В этой связи хотелось бы, конечно, как мы уже сказали, видеть более солидный лимит. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok